Вопрос в том, что выполнение иссечения меланомы кожи и лечение хирургическое должно проводиться в специализированном стационаре, поскольку здесь есть особенные моменты для дальнейшего лечения и прогнозирования этой категории пациентов. Очень важно понимать, что нужно стадировать пациента правильно изначально для того, чтобы далее определять тактику в отношении лечения этого пациента. Хотелось бы тоже так же сказать о том, что заболеваемость меланомы кожи в нашей стране растет и растет в среде различных заболеваний онкологических. Также хотелось бы сказать о том, что заболело, если говорить о 2018 году, меланома кожи более 11 тысяч человек в России. И действительно это заболевание нуждается в тщательном обращении к нему и планировании этих пациентов на лечение, поскольку препараты, которые на сегодняшний день существуют, достаточно эффективно воздействуют на это заболевание, и мы получаем хороший эффект. Самым важным моментом является правильное стадирование, правильное хирургическое лечение, если это первичная опухоль, и далее определяет прогноз этого заболевания. Ну и хотелось бы сказать о том, что практически неправильная тактика врачей на амбулаторном этапе, о чем мы сегодня хотелось бы также поговорить, о том, что пациенты, которые попадают к нам после хирургического вмешательства в непрофильном стационаре, либо по месту жительства, либо выполняется биопсия, Конечно, эти пациенты дали при поступлении, при обращении к онкологам, это приводит к тому, что в более 63% уже появляется диссиминация. То, о чем говорила Анна Сергеевна, о проявлении сателлитов и появлении распространенности процесса, именно тогда, когда пациент до обращения в онкологический стационар лечился нерадикально. Ну и хотелось бы сказать о том, что частота ошибок клинициста в распознавании также по ряду авторов это от 18 до 81%. Также первичное гистологическое заключение может давать ошибки, может давать до 30 ошибочных результатов. Поэтому очень важно, почему, опять же, повторюсь о том, что гистологическое заключение патоморфолог должен действительно обладать порядком знаний и понимания этой проблемы, а далее уже в определении тех же сателлитов, о чем так тщательно рассказала сегодня Анна Сергеевна. Хотела бы сказать о том, что этих пациентов правильно нужно маршрутизировать и маршрутизировать в отношении именно онкологического стационара. Много говорилось сегодня о самих опухолях, и эти опухоли могут маскироваться под злокачественные. Есть пациенты, которые очень тщательно наблюдают за своим паспортом кожи и обращаются очень быстро в стационар. Даже при отсутствии есть пациенты, которые приходят к нам, к сожалению, при наличии уже узловых образований в области существовавшего неоса. Даже в области глаза, как видите, не всегда обращаются пациенты сразу, что является очень таким тревожным фактом. И хотелось бы, конечно, чтобы пациенты обращались к нам уже на той стадии, когда мы можем радикально хирургически излечить и планировать их уже после биопсии сигнального узла на необходимость выполнения и проведения лекарственной терапии. Ну и, как видите, пациенты, которые обращаются, мы обратились к своему архиву, и в том числе, когда фотография справа, мы видим место распространенное. Пациент, длительно существовавший образование на волосяной части головы, он не обращался. И появление мелких сателлитов в области лобной части, как видите, кожи, и они в большом количестве. При бритье волосяного покрова волосяной части головы мы увидели, что их огромное количество, мелких. И, в общем-то, на самом деле это очень плохой прогноз для таких пациентов. То, о чем говорил сегодня дерматолог, о принципе АБЦД, обращаясь к клиническим исследованиям, как видимых этих протоколов, достаточно алгоритмов, они не одни, их четыре. Но и в сравнительном аспекте их сравнили, оказалось, что наиболее эффективным и успешным из них является именно АБЦДЕ и КЭШ. И я бы позволю себе не останавливаться достаточно подробно об этом правиле, о котором действительно все знают. И поскольку нас сегодня смотрят и дерматологи, и онкологи, все обращаются именно с этим протоколом, в большей степени действуют и работают, и об этом достаточно много знают. В гистологическом варианте, все подробно рассказано, мы, конечно же, опираемся на толщину опухоли по БРЕ-СЛОУ. И также, конечно же, то, о чем говорила Анна Сергеевна, это уровень инвазии по Кларку, который тоже также необходим для стадирования этой категории пациентов. Факторами риска развития меланомы также подробно рассказано, и мы уже отвечали на вопросы. Действительно, иметь в виду и тщательно нельзя злоупотреблять, необходимо, конечно, обращаться с ультрафиолетовым излучением достаточно осторожно. Ну и очень важным является моментом, чтобы пациенты самостоятельно все-таки осматривали свое тело, осматривали конечности. Если нет возможности осмотреть спину и те места, которые недоступны самостоятельному осмотру, нужно обращаться к близким для того, чтобы им помогли, осмотрели и произвели фотофиксацию. Если имеются какие-то изменения в области данного образования, зуд, чувствительность или изменение, боль какая-то появилась, нужно обязательно обращаться сразу к дерматологу, к онкологу для того, чтобы решить этот вопрос. Возможны различные диагностические варианты исследования, которые представлены на слайде, в том числе речь идет о панч-биопсии, речь идет, очень много вопросов возникает по поводу того, нужно ли делать биопсию или не нужно делать биопсию меланомы, когда мы видим явную меланому, выполнять ли цитологическое исследование или не выполнять. Дискутируют очень много коллеги, в том числе я также как-то являлась в качестве эксперта в среде офтальмоонкологов, которые также у них достаточно широкая дискуссия именно насчет того, выполнять ли биопсию при меланоме, именно в офтальмологии. Это очень важный вопрос, который всегда возникает, и тщательно нужно подходить индивидуально к каждому пациенту по его именно статусу, смотря какое образование. Есть различные методы, о которых сегодня говорили специалисты, и мы в большей степени используем дерматоскопию, есть и ассиоскопия, есть различные методы, которые используются, либо выбирать какой-то метод, который наиболее удобен и используем для практики дерматологов и онкологов. Ну и в большей степени, конечно, коллеги используют дерматоскоп. Хотела бы сказать о том, что очень важным является в диагностическом алгоритме исследований пациентов и обследования пациента очень часто задается вопрос, нужно ли делать КТ, УЗИ лимфатических узлов и различные виды исследований, которые представлены на слайде. Все относительно, и, естественно, при наличии действительно поврежденного невуса мы видим, что у пациента имеется меланома, и, конечно же, пациент должен быть обязательно обследован. Это является обязательным для того, чтобы правильно стадировать, понимать, регионарное метастазирование имеется или имеется отдаленное метастазирование для дальнейшего планирования, в том числе необходимости выполнения биопсис-сигнального лимфатического узла, о чем я скажу позже, и это очень важный момент. Но вот представлены дерматосканы, которые мы видим, это меланома, и на самом деле уже рутинно это используется, я думаю, что во всех учреждениях. Хотела бы сказать немного о биопсии, о которых говорилось, что эти методы исследования в диагностическом алгоритме присутствуют. Все зависит от самого образования, как оно выглядит, как его можно выполнять, биопсии нужно, и целесообразность выполнения того или иного материала, удаления и выполнения биопсии. Очень много говорится о большей степени. Эта процедура используется в участках, где очень трудно отойти широко и выполнить это. Имеется в виду лицо, угол глаза. Это части, где расположение меланомы приведет к калечащим, инвалидизирующим, либо таким тяжелым последствиям, которые будут носить не только косметический дефект, но и психологическую потерю для пациента. И основным моментом, переходя к лечению пациентов, хирургически является основной момент. Мы понимаем, что у нас достаточно большой арсенал лечения препаратов, как химиотерапевтической и иммунотерапевтической терапии. Об этом все, обо всем расскажет у нас химиотерапевт тщательно, подробным образом. Поэтому я остановлюсь более на хирургическом лечении. Ну и хотелось бы сказать о том, что мы опираемся на большей степени и на рекомендации НССН, и на клинические рекомендации основные Минздрава Российской Федерации, относительно которых мы решаем тактику в отношении пациента. Ну и, как видите, также в рекомендациях НССН с первого года представлена тактика в отношении ведения пациентов с меланомой кожи, тактические выполнения и невыполнения биопсии сигнальных узлов, при каких размерах толщины по убре слова. И, как видите, арсенал препаратов. У нас достаточно спектр есть, если сравнивать, например, с препаратами при лечении опухоли головы и шеи паскоклеточного рака. Ну и по поводу биопсии сигнальных лимфатических узлов. Есть ряд исследований. Я сегодня, поскольку немного времени и не могу остановиться на всех аспектах, но хотелось бы сказать о том, что мы опираемся на клинические рекомендации НССН. Обязательным является выполнение биопсии сигнальных лимфатических узлов при тонкой меланоме от 0,8 до 1 мм по бреслу без изъязвления, при тонкой меланоме менее 0,8 мм по бреслу с изъязвлением и при меланоме промежуточной толщины от 1 до 4 мм по бреслу. И хотелось бы сказать о том, что основной метод является хирургические первичные меланомы, выполняется лечение. Ну и если речь идет о доброкачественных, возможно, или пограничных, возможно, и параллельные методы, как о выполнении хирургического вмешательства, так и лазерной деструкции и криодеструкции в том числе. Хотелось бы сказать о том, что если касательно меланомы кожи головы и шеи, есть ряд исследований, которые показывают и прогнозируют пациентов в отношении дальнейшего прогноза пациентов в различных локализациях в зависимости от толщины по кларку, по бреслу и с изъязвлением, которые представлены на слайде. Ну и, как видите, здесь как раз таки говорится о прогнозе в зависимости от паспорта этой меланомы, на самом деле. Ну и вопросы о как выполнять иссечение, отходить какие края, от краев самой опухоли, насколько нужно отойти от краев опухоли, чтобы выполнить радикальное иссечение. На данном слайде представлены ряд наших коллег, которые провели исследование, и, как видите, была определена выживаемость в зависимости от краев меланомы. Достаточно большое количество наших коллег, которые именно изучали эту проблему для того, чтобы понять. Но, как вы понимаете, расположение самой опухоли в зависимости от, располагается она на лице, либо она на толщине, на конечности, конечно же, здесь подход будет другой. Ну и о том, хотелось бы сказать, что является сегодняшний день очень важным, это биописи сигнал лимфатических узлов. Ранее было представлено, когда мы выполняем, и по клиническим рекомендациям Минздрава Российской Федерации, выполнение, представлено на слайде, когда мы выполняем, в какой стадии, и когда показана биописи сигнал лимфатических узлов. Ну и вот этот пациент, о котором я говорила, при удалении волосяного покрова, этот пациент был подвержен хирургическому вмешательству, у него удалена меланома, массивное распространение, было радикально проведенное лечение относительно, можно сказать, радикальное, поскольку у него визуально была достигнута Р0, края резекции были вне опухоли, все сателлиты были убраны. И, в общем-то, выполнена была операция. Опять же, пациентка обратилась к нам, уже длительно лечилась, и лечилась неоднократно, у нее выполнялось вмешательство по поводу образования, располагающегося у наружного края глаза, обратилась к нам, было выполнено иссечение. Как видите, здесь, конечно, возникает проблема, чтобы не было выворота глаза, для того, чтобы сохранить нижнее веко. Здесь потом начинает страдать у пациентов глаз, это очень важный момент. Опять же, нижние слайды, нижние фотографии, это пациентка, у которой появился участок, и видите, к краю крыла носа у нее имеется усиление пигментного рисунка, и появились неровности, очертания краев этого образования, была подтверждена гистологическая меланома, выполнена реконструкция, удаление реконструкции. И, опять же, пациентка, которая длительно наблюдалась и лечилась у дерматологов, выполнялась неоднократно удаление лазером, она выжигала и при помощи крио-воздействия, и у пациентки появились очертания, разрастания, пигментация уже более латерально, ближе к ушной раковине. Как видите, в данном случае выполнена сиоскопия, и эти слайды представлены, на которых видно, что имеются участки, как раз такие пигментации, которые были подтверждены, что это меланома кожи. И здесь достаточно большой дефект для того, чтобы было выполнено, и цвет кожи подошел к лицу. То есть, как видите, уже отстрочено, 5 лет после операции пациентка не подвергалась больше никакому лечению, у нее цвет кожи и правая и левая щека одного цвета, и, в общем-то, косметический эффект был достигнут достаточно приемлемо. Ну и хотелось бы сказать о том, что действительно при наблюдении объективно нужно понимать, что пациенты должны обязательно тщательно наблюдаться. Наблюдаться они должны и не реже, чем один раз в год. Они должны наблюдать свои образования, находящиеся на коже, потому что есть пациенты, у которых возникает несколько меланом, и не одна, а их много. Поэтому нужно будет обязательно опираться на то, чтобы пациент, наблюдаясь, будет обращаться при первом же появлении какого-то подозрения. Ну и алгоритм, какой на сегодняшний день есть, это самое главное, направлять пациента к онкологу при подозрении. Ненадобность выполнения или не выполнения биопсии и выполнения биопсии сигнальных лимфатических узлов на самом деле будет решено однозначно онкологам во время первого осмотра. Для того, чтобы исключить повторные операции, калечащие операции, правильно стадировать саму болезнь. Главное, чтобы мы могли понять, и обязательным является проведение и выполнение решения вопроса о биопсии сигнальных лимфатических узлов. Для того, чтобы дальше уже мы могли решить вопрос с химиотерапевтами о назначении системного лечения. Ну и профилактические, о которых уже говорил наш дерматолог, я не буду повторяться, необходимо обязательно тщательно контроль за всеми образованиями. Большое спасибо за внимание.